Всем привет! Меня зовут Никита и сегодня я хочу рассказать вам видео о покупке пневмостанции своей. Это вот такой компрессор, пистолет для покраски, вот такой собственно шланг и продувочный. Компрессор это, как вы поняли, уже интерту, 50 объем ресивера, 206 литров он качает. То есть обычный китаец, обычный стандартный китаец. Почему я его выбрал, приехал в магазин, он там был, мне понравилось время, с которым он накачивает, потому что я смотрел компрессоры в других магазинах, 50-литровые, они качали больше 3 минут, где-то 3,40. Этот компрессор качает 2,5 минуты полностью от нуля. Здесь давление, как в баллоне, это показывает давление на этом редукторе. То есть в мою сторону это очень удобно. То есть переключу сюда, краскопульт подключил и погнал. Не надо ничего крутить, выставлять, то есть все выставлено, все для работы. И поехали. Краска вот такой консистенции, плюс я в нее налью вот уже разбавленная 100 мл white spirit. То есть она была еще гуще, я ее немного разбавил. Вообще ее не протягивает. Ну что, друзья, новую краску развел, краска опять густая получилась. Поэтому уменьшил немного факел, поменьше сделаю. Ну что, попробуем, как бы, позадувать эти, в принципе, ничего сложного нет, закатать лицо. Ну давайте попробуем маленьким факелом, густой краской, атмосферы вообще не трогал. Вот 2,2, там стоит полтора на выходе. Ну давайте пробуем. Как бы первый день я в своей жизни крашу краскопультом, собственно. Ну вот так вот. Компрессор полностью накачанный сейчас. Компрессор полностью накачанный сейчас. Короче, краску надо разводить вот в такой пропорции, потому что в густой краске получаются не прокрасы. Это либо от недостачи опыта у меня, либо из-за того, что густая краска. Там, где близко поднес, там сильно блестит. Там, где мало, там не блестит. Поэтому вот столько буду разводить вообще жидкую-жидкую. Сейчас тоже позвоню знакомому, говорят, разводи жидкую. Потому что у меня сопло 1,4, видите? Очень маленькое. Сбавиваю сейчас жидкую и прохожу полностью лицо заду этой краской, чтобы оно в цвет было. Вдруг еще цвет отличаться будет. Заду лицо. И вот сейчас уже финалочку. Давайте задуваю с него финалку. Вот тут и посмотрим. То есть широким факелом хорошо ляжет жидкой краской. Или же это все-таки упрется в мой недостачу опыта. И будет вот такая же фигня. Жара неимоверная. Вот по цвету вижу. Может видите, нет. Вот это место, по-моему. Чуть-чуть не прокрасим. Давайте посмотрим, что получилось. Сейчас их, конечно, отсвечивает сильно. Блин, и ворота. Что-то надо попробовать будет еще на стекло, может быть, понадувать. Ворота сами по себе у меня уже крашены, перекрашены сколько раз. Крашены валиком, кисточками. Ну и вот такое покрытие, как бы видите? Ребята, блин, чуть не забыл. Вернее, забыл. Помыл пистолет уже и потом вспомнил. Я же вам не показал факел. Какой факел делает этот пистолет? Кстати, воды почти не собралось. Либо фильтр не работает, либо ее так мало выделяется. Не знаю. Вот сколько я красил забор, ничего я ни разу не спускал. Вот такой пистолет интертуловский. Поближе вам покажу. И вот так. Залив морилку, стоит большой факел. Такой, как я последний раз докрашивал свои ворот. Ага, нет, это точка. А что я точкой красил? Что-то, короче, красил, пацаны, забыл. Что-то красил. Что-то красил. Ну, в принципе, на таком маленьком смотреть. Смотрюшка, может, снимаю. Вот такое покрытие получилось. Никаких пропусков, ничего. Это был третий слой. Жидкой-жидкой краской я сделал. Уже финальный задувал. Правда, сами ворота, видите, они уже все шершавые. Такого состояния. Но видно, что пропусков нет. То есть нужно краску делать очень жидкую для него. И будет все окей. Все, друзья. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. С вами был Никита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok